Сера, глава 49. Память Иосии, как состав Фемиама, приготовлена искусством мироварника. Во всяких устах она будет сладка, как мед, и как музыка при угощении вином. Он успешно действовал в обращении народа и истребил мерзости беззакония. Он направил Господу сердце свое и во дни беззаконных утвердил благочестие. Кроме Давида, языки и Иосии все тяжко согрешили. Ибо оставили закон Всевышнего, цари иудейские пристали. Ибо предали рог свой другим и славу свою чужому народу. Избранный город в святыне сожжен, и улицы его опустошены, как предсказал Иеремия, которого они оскорбляли, хотя он еще во чреве освящен был пророка, чтобы искоренять, поражать и погублять, равно как строить и насаждать. Иезекииль видел явление славы, которое Бог показал ему в Херувимской колеснице. Он напоминал о врагах под образом дождя и возвещал доброе тем, которые исправляли пути свои. И двенадцать пророков, да процветут кости их от места своего, утешали Якова и спасали их верной надеждою, как возвелищем за Рававеля. И он, как перстень на правой руке, так же Иисус, сын Яседека, они в одни свои построили дом и восстановили святой храм Господу, предназначенный к вечной славе. Велика память Иниемии, который воздвиг нам павшие стены, поставил ворота и запоры и возобновил разрушенные домы наши. Не было на земле никого из сотворенных подобного Еноху, ибо он был восхищен от земли. И не родился такой муж, как Иосиф, глава братьев, опора народа, и кости его были почтены. Прославились между людьми Сим и Сиф, но выше всего живущего в творении Адам. 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 Адам.